Щелковские спасатели вышли на лед, но в этот раз для того, чтобы продемонстрировать школьникам, чем чреваты такие прогулки. Экскурсии на спасательной станции давно стали частью рабочих будней Щелковского центра гражданской защиты. Здесь проводится большая профилактическая работа с подрастающим поколением. В том числе и благодаря ей в зимний период на территории нашего городского округа не произошло ни одного несчастного случая, связанного с выходом на лед. Наступил март. Время, когда холода еще не отступает, но солнце уже пригревает. В такую обманчивую погоду, к сожалению, находится немало желающих выйти на лед. Среди них школьники. Зачастую они могут наблюдать, как на льду сидят рыбаки, что создает впечатление, что выход на лед безопасен. Но это не так. Всем нам эта зима запомнится несчастным случаем в Павловском посаде. И несмотря на то, что новость об ушедшей под лед девочке шокировала жителей всего Подмосковья, на этой неделе в Балашихе жители заметили ребенка, который бегал с ледянкой прямо у кромки льда. И в любой момент мог провалиться. Мы не раз освещали экскурсии для школьников, на которых желающие в гидрокостюме погружаются в воду клязьмой, чтобы на себе прочувствовать, каково это оказаться в воде среди льда. И чтобы быть убедительным, рассказывая нашим зрителям о работе спасателей, наш корреспондент в этот раз оказался среди этих желающих. Ну все, поплыла. Под присмотром спасателей в гидрокостюме нашему корреспонденту было безопасно и тепло. А вот ныряющий следом Даня уже не первый раз оказывается в ледяной воде. Я когда маленький был, по глупости пошел и провалился. И все, меня начало относить к течениям, подальше. А я плавать не умею до сих пор, поэтому я, соответственно, начал под воду подгружаться. В свое время я начал сознание терять, хорошо, что меня вовремя родители заметили. А что делать, если взрослых рядом не оказалось, а ты стал свидетелем беды? В том числе и об этом рассказывают школьникам на экскурсиях. Позвонить 112, как только случилась ситуация, даже если человек не может определить, где это происходит, в любом месте, когда набираешь 112, сразу у оператора происходит мобильное позиционирование. То есть по этому адресу уже понятно, куда ехать. Чем быстрее ты это сделаешь, тем быстрее тебя окажут помощь. Это очень важно. По традиции школьникам дали возможность прочувствовать, насколько физически непрост труд спасателей и пройти полосу испытаний, где заключительная и она же кульминационная часть – тушение настоящего огня. Так очередная экскурсия для школьников запомнится не только знакомством с профессией спасателя, но и, возможно, убережет от беды. У меня очень большое желание, чтобы все погружения на лед в городскую кругу Мещелку проходили на нашей спасательной станции в плане наших уроков, когда дети и взрослые могут это почувствовать и передать всем своим родным, близким, всем окружающим, как это опасно, как это трудно и как это безопасно в костюме спасателя. Потому что самая главная работа – это профилактика, и это главная цель наших всех мероприятий. Спасатели! Ура! Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.